Не спешит зима и в Грузию, в Тбилиси и его окрестностях днём ещё до плюс 14. Даже по ночам пока нет морозов. Прямо как в Германии. Не просто так мы вспомнили эту страну. Наш корреспондент Михаил Рабакидзе побывал в немецкой деревне в Грузии. Там даже вино другое. От Тбилиси 40 минут езды на автомобиле и вот оно, село Асурети. Правда, есть ещё одно название – Элизабеталь. Дело в том, что в 17 веке здесь поселились колонисты из Германии. 65 семей, чуть больше 300 человек. Они были приглашены в Грузию Екатериной II. Кроме того, переселенцы появились в Армении и Азербайджане. Наш регион пришёлся им по душе благодаря климату и благодатной почве. Главную улицу Асурети венчает церковь. Проект принадлежит архитектору Александру Зальцеву. Но храм возвели за три года и в 1871-м здесь уже велась служба. Вокруг Асурети горы и леса. Климат, как говорят местные, идеально подходит для людей с проблемами дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Немцы до поздней осени собирали травы и делали лечебные настойки. А здешний мёд ценился по всей Грузии. Историю села Асурети по крупицам собирает Александр Фельдмайер. Часто привозят сюда туристов, в том числе и из Германии. Те, увидев родную архитектуру, приходят в восхищение. Здесь был свой кинотеатр. Здесь велась культурная жизнь. Это была стандартная, красивая, маленькая деревня немецкая в Грузии. Немцы завезли сюда картофель, выращивали овощи, фрукты и виноград. Сорт винограда местный и называется шала. Вино до сих пор здесь делают и хранят по немецкой технологии. В бочках, а не в квевре. В хранилищах постоянная температура 12-14 градусов. Даже тогда, когда на дворе минус 10. Мы находимся в винном подвале. Ему больше 200 лет. Немцы умели строить. Кстати, эти бочки тоже старинные. Мы из года в год в них храним вино из нашего местного сорта винограда. У него неповторимый вкус. Мамука свой сад подготовил к зимним холодам. Говорит, теплые дни – это подарок декабря. Нужно успеть закончить все дела, так как снег и морозы не за горами. Поэтому и рубит дрова, чтобы дома был запас до весны. Михаил Рубакидзе, Хвичи Самадашвили, Бесоми Кокешвили, МИР24.